Меня зовут Ольга Пасюкова, я кандидат филологических наук, доцент кафедры лингвистики Московского института международного права и экономики и являюсь руководителем двух образовательных проектов Центр делового общения Челябинск для взрослых и школа навыков 21 века Skillful для детей. В рамках этих двух образовательных проектов мы реализуем различные образовательные программы для детей и взрослых, где мы обучаем детей и взрослых в том числе навыкам, гибким, мягким навыкам, так называемым soft skills. Я убеждена в том, что вот эти надпрофессиональные навыки, конечно, вкупе с академическими знаниями, но позволяют человеку быть наиболее эффективным в личной жизни, в учебе, ну и в профессиональной деятельности в том числе. Как мы уже сказали, мы сегодня будем говорить о коммуникативной компетенции, о навыке общения прежде всего, и убеждена в том, что навык общения является движущей силой любого бизнеса, несмотря на то, что сегодня в свете последних событий мы вынуждены переходить в онлайн, но тем не менее человеку нужен человек. Мы не перестанем общаться, и я даже скажу больше, сегодня мы нуждаемся в общении, в оффлайн-общении гораздо больше, чем раньше, после вот этого долгого периода изоляции. Тема... Простите. Тема моего сообщения заявлена как маркетинг влияния или создание деловых связей, и мы поговорим о маркетинге влияния. Вообще, что такое маркетинг влияния или инфлюенс-маркетинг, другими словами? Это продвижение или продвижение вашего бизнеса или товаров и услуг с помощью лидеров мнений, с помощью людей, которые являются авторитетами в определенной группе людей, так называемых... Помогите, пожалуйста, с приключениями, так называемых инфлюенсеров. Инфлюенсер – это человек, мнение которого имеет значение для определенной аудитории, человек, который может порекомендовать вас, может сделать нативную рекламу вашему бизнесу. И, естественно, в таком случае ваша деятельность будет направлена вот при работе в инфлюенс-маркетинге, в рамках инфлюенс-маркетинга. Ваша деятельность направлена не на внешнюю среду, а как раз-таки на построение связей с лидерами мнений. Можно пойти дальше. Вообще, инфлюенс-маркетинг, он существует уже очень-очень давно, с 17-го, 18-го века. Он появился, как только появилась вообще сама реклама. И вот, например, очень известный мировой бренд английского фарфора, Royal Albert, выбирали для себя исключительно инфлюенс-маркетинг как способ продвижения, предоставляя посуду членам королевской семьи в надежде на то, что они будут зарекомендованы, и потом посуда сможет стоять на столах высокопоставленных особ в других домах. Поэтому, собственно, тренд не новый, уже существует давно, но сейчас он наиболее популярен. И нужно сказать, что, конечно, инфлюенс-маркетинг имеет сейчас широко распространен в интернет-среде, но не все так просто. В оффлайн-среде это тоже работает, и мы сейчас попробуем разобраться, как. Ну вот я сказала, что инфлюенс-маркетинг существует уже очень давно, и давно люди поняли, что успех человека в финансовых делах состоит всего лишь на 15% от его профессиональных навыков, и 85% это все-таки умение общаться. Поэтому нужно уметь общаться, нужно находить интересных людей, выстраивать связи. Деньги так или иначе приходят к нам через других людей, нам нужно находить эти связи. Пойдем дальше. Как выйти в оффлайн-формате, как выйти на людей, являющихся лидерами мнений или авторитетами для определенных групп людей? Потому что в онлайн-формате все понятно. Есть блогеры, есть специальные агентства, которые работают с этими людьми, и зачастую даже прописаны цены вот этой так называемой нативной рекламы. А в оффлайн-режиме нам кажутся эти люди очень недосягаемы. Что же делать и как вообще устанавливать связи? Дело в том, что согласно теории Роберта Донбара, у каждого человека существует несколько кругов социальных связей. Вот самый близкий круг социальных связей – это самые близкие люди, количество там до пяти человек. Это наши самые близкие нам друзья, родственники, те, с которыми мы очень тесно общаемся. Дальше следующий круг составляют люди, нам тоже близкие друзья, наши приятели-друзья – это от 12 до 15 человек. Следующий круг – это наши знакомые, 50 человек, 150 максимальный круг – это наши просто знакомые, приятели, с которыми мы очень редко видимся и не тесно общаемся. И от 150 до бесконечности – это такой круг людей, которые составляют одностороннюю связь. То есть мы людей не знаем, но они нас знают. Так вот, наша задача, чтобы вообще, так скажем, расширить круг наши, вот этот вот последний круг нашего общения, так называемые расширять слабые связи, стараться общаться и знакомиться с людьми как можно больше, потому что вероятность того, что кто-то из них знаком с людьми нам интересными, естественно, увеличивается, потому что круг наших близких друзей, круг общения наших близких друзей, как правило, совпадает с нашим кругом общения. И поэтому мы так находимся в таком замкнутом круге. Чтобы вот вырваться, нам нужно находить людей, которые занимаются чем-то другим, занимаются, интересуются чем-то другим, чтобы, так скажем, расширять вот эти наши слабые связи, так называемые. Можно переключить дальше. Да, и хотелось бы пояснить, чем тогда может отличаться инфлюенс-маркетинг от простого сарафанного радио, который в нашей стране, в общем-то, очень популярен. Дело в том, что сарафанное радио – это вообще никак не регулируемая штука. Мы не знаем, когда информация будет передаваться, какая информация будет передаваться, о нас кому и так далее. В случае с инфлюенс-маркетингом, маркетингом влияния, мы рассчитываем на то, что человек, имеющий влияние, имеющий авторитет, замолвит она слово, расскажет о нас, даст нам положительную характеристику. И, опять же, люди, которые входят в группу, которые поддаются, так скажем, влиянию, они являются нашей непосредственной целевой аудиторией. Я сказала о том, что нам нужно стремиться расширять вот эти слабые связи, стремиться устанавливать контакты с разными людьми, где и как это делать. Давайте посмотрим. И прежде всего, это, конечно же, нетворкинг. Нетворкинг сессии сейчас, на мой взгляд, уже не одна конференция, ни один форум не обходится без нетворкинг-сессий. Мы все знаем, что это такое. Другой момент, что не всегда это регулируемо и не всегда это приводит к нужному результату. То есть получается такое шапошное знакомство, вроде бы рассказали о себе, показали визитки, собрали визитки, но как потом взаимодействовать, как выходить все-таки, находить нам нужных людей. Можем переключить слайд. Да, ну и стоит отметить, что нетворкинг-сессии будут полезны не просто знакомства, а если они будут проходить на каких-то отраслевых выставках, семинарах, конференциях, бизнес-форумах, где люди объединены какой-то общей целью, общими интересами. Есть понятная цель присутствия на данном мероприятии. И, в общем-то, ну, вероятность полезных знакомств вот в таких нетворкинг-сессиях, конечно, увеличивается. Стоит... Переключим дальше слайд, да? И поговорим о том, как завести знакомство вот даже на нетворкинг-сессии. Но, в принципе, эти правила довольно универсальны. Хочу сказать, что нужно быть всегда открытым к знакомству. И прежде всего нужно иметь такую домашнюю заготовку, такую самопрезентацию, пару слов о себе. Не пару слов, а это пусть будет даже пару предложений, чтобы рассказать о себе, потому что никто не знает нас лучше, чем мы сами. И если мы этим не поделимся, мир так и не узнает, насколько мы вообще хороши. Переключим слайд. И вот здесь есть вопросы. То есть, когда вы готовите самопрезентацию, я сказала, что это должна быть домашняя заготовка, вы должны продумать ответы вот на эти вопросы. Это, допустим, там четыре предложения. Кто я? Что я делаю? В чем моя ценность? И в чем моя глобальная миссия? То есть, в зависимости от ситуации, понятно, что, возможно, не будет времени всегда ответить на все вопросы полностью, но пару предложений, я думаю, можно будет сказать. Хорошо, мы пойдем дальше. Но вещи достаточно очевидны, что всегда необходимо иметь с собой под рукой визитку, и сегодня, мне кажется, уже можно иметь визитку в электронном формате и просто поделиться ей с помощью сети интернет. Визитка обязательно должна быть, чтобы люди не просто запомнили вас, а могли потом вспомнить, как вас зовут, найти какие-то ваши контакты и к вам обратиться. Следующий слайд, пожалуйста. Да, и вот еще остановимся на том, как все-таки производить, как заводить эти знакомства, как быть расположенным к знакомству, чтобы и с вами хотели общаться, и вы, собственно, были открыты к контакту. Первое, что нужно делать, это, конечно, быть расположенным к общению, всегда быть открытым, расположенным, ну, и тогда, что называется, люди к вам потянутся, да. Уметь себя представить, я уже сказала, что у вас должна быть домашняя заготовка, это самопрезентация, пару предложений о себе обязательно. Дальше, быть полезным, то есть, когда вы ознакомитесь с человеком, вы находитесь в определенной среде, вы знаете хотя бы какой-то бэкграунд, вы должны понимать потребности этого человека и ни в коем случае не предлагая свои услуги и ничего не продавать, но дать понять человеку, что вы как раз занимаетесь этим и в какой-то момент можете оказаться полезным. Создавать яркий образ. Иногда специалисты рекомендуют вообще на сессии нетворкинга одеваться очень ярко, чтобы обратить на себя внимание в прямом смысле. Быть готовым обменяться визитками, это мы уже сказали, вещи достаточно очевидные. И последнее, на мой взгляд, самое главное, нужно уметь продолжить общение после знакомства, потому что собрать визиток можно очень много. на любой конференции познакомиться с десятками человек, но продолжить это общение вот в чем, собственно, и заключается сложность. И по правилам этикета, в общем-то, считается правильным, если вы через день или через какое-то непродолжительное время напомните о себе человеку, с которым вы познакомились. То есть вы отправите ему свой контакт или ссылку в одном из мессенджеров, напомните, кто, как вас зовут и где вы познакомились. Дальше поддерживать контакт обязательно необходимо. Ну, вы можете, если это человек из вашей профессиональной среды, вы можете, конечно, поздравлять человека с профессиональным праздником, отправлять полезные ссылки, делиться какими-то полезностями, приглашать на мероприятия, которые проводит, предположим, ваша организация, но стараться поддерживать контакт. Это процесс очень долгий и тонкий, я бы сказала. Не может быть такого, что вы познакомились с нужным человеком, он вас будет таким мостиком, коммуникатором, который тут же вас подведет и представит нужным людям. Процесс очень долгий, нужно поддерживать взаимоотношения, ну и, понятно, рассчитывать на то, что вы тоже получите какую-то отдачу от этого. Но вообще хотелось бы поговорить о коммуникации как о навыке будущего. Дело в том, я уже сказала, что коммуникация является таким надпрофессиональным навыком и от развития вот этих коммуникативных навыков зависит на самом деле многое. И ваш профессиональный успех в том числе. Но можно ли развить в себе коммуникабельность? Вот этот вопрос очень часто задают люди, приходят вообще с такой проблемой, говорят, я не очень коммуникабельный, у меня есть проблемы с общением. На самом деле сейчас такой мировой тренд в психологии, что ли, считается, что установка на развитие, так называемый growth mindset, прошу прощения за мой английский, но на самом деле перевести на русский язык это можно только как установка на развитие. Считается, что в себе развить любые навыки и качества человек может на протяжении всей жизни. и навык коммуникации в том числе является тренируемым, в принципе осваиваемым, просто нужно познакомиться с какими-то инструментами и осознанно практиковать их вот в своей ежедневной жизни, в такой своей ежедневной деятельности. Пойдем дальше, и чтобы понять, а, ну вот хотелось бы сказать, что вообще процесс коммуникации очень сложный и состоит из многих умений и многих навыков, это и умение себя презентовать, это и умение поддерживать контакт, умение аргументировать свои ответы, умение вообще вести не только устную какую-то беседу, но и умение вести деловую переписку, навыки продажи тоже сюда входят, поэтому, в общем-то, такой очень сложный и важный навык для любого бизнеса, мне кажется. Чтобы развить, мы пойдем дальше, чтобы развить в себе навыки коммуникации, мы прежде всего должны понять, как происходит этот процесс коммуникации и если мы представим, что в коммуникации присутствуют, участвуют два человека, первое, что происходит у человека, который стремится, так скажем, начать эту коммуникацию и общаться с человеком, это формирование, так скажем, внутренняя проработка или техническая проработка того, что вы хотите сказать, только вы еще обдумываете, что вы хотите сказать. Потом идет такой долгий процесс, но на самом деле он занимает доли секунды, но нам иногда кажется, что это очень долго, мы подбираем слова, такой процесс кодирования, мы подбираем жесты, мы подбираем слова, как это сказать, потом наступает сам процесс передачи, то есть передача информации путем определенных сигналов, это речь, это жесты и так далее. Нужно учитывать обязательно шумы окружающей среды, которые могут помешать, повлиять на восприятие сообщений реципиентам, ну то есть вот человеком, который с вами в коммуникации состоит. И потом на обратной стороне, то есть получается так, с моей стороны пули вылетели, теперь ситуация на стороне мишени, что происходит. Теперь человек, который с вами вступает в коммуникацию, сначала он принимает это сообщение, декодирует, то есть распознает все эти знаки, жесты, язык телодвижения тоже очень важен, и потом только осознает, пропускает через себя и потом только готов дать какую-то реакцию. Вот если понимать весь этот процесс и понимать, в чем ваша сложность состоит, ну например, бывает очень сложно подобрать слово, или вам кажется, что человек вас не понимает, да, с моей стороны пули вылетели, проблемы на стороне мишени, значит нужно как-то работать там, да, чтобы человек правильно декодировал вас, нужно тоже правильно подбирать и слово, и телодвижение, и так далее. Пойдем дальше, несколько таких советов, как, в общем-то, преодолевать вот эти барьеры. Ну, во-первых, вот пять основных барьеров, которые очень часто встречаются и такими проблемными являются ситуациями для многих людей, первое, нельзя судить человека, ну это не только с моральной точки зрения, да, это нехорошо, просто когда вы начинаете что-то анализировать, вы уже не вникаете в сообщение, вы вешаете ярлыки, вы начинаете рассматривать одежду и так далее, не анализируя само сообщение, не проявляйте интерес к словам собеседника, но это вообще никогда нельзя делать, нужно быть во всем внимании, да, потому что для любого человека его проблемы самые важные, да, самые важные проблемы, и они гораздо важнее, чем все потопы, пожары и так далее, поэтому, естественно, нужно проявлять внимание, не использовать технические термины, ну вообще любую терминологию стараться избегать, и непонятный язык это сразу отталкивает, ну непрошенный совет и, понятно, давать не стоит, потому что никто их не просит, и проявлять эмпатию, самое главное, проявлять тоже эмпатию, быть расположенным к общению, что можно сделать, чтобы улучшить коммуникацию, активное слушание, мы все это знаем, активное слушание, говорят, лучше помолчи, а потом говори, да, вот нужно слушать в два раза больше, чем говоришь, такое вот как-то правило, да, для себя взять, невербальная коммуникация тоже должна присутствовать обязательно, если вы общаетесь с человеком оффлайн, то есть тело должно работать в унисон с вашей речью, задавать вопросы обязательно по ходу беседы, обязательно надо, прояснять ситуацию, прояснять вообще, что происходит, задавая вопросы, и осознанность, вообще осознанность важна для формирования любого навыка, потому что нам нужно отказаться от любой привычки и контролировать себя, поэтому, когда вы общаетесь с человеком, иногда нужно, конечно, осознанно, не иногда, а всегда нужно осознанно к этому подходить, нужно стараться, иногда себя даже приходится заставлять, да, смотреть в глаза, не отводить взгляд, задавать вопросы, ну, и так далее. В общем-то, процесс коммуникации довольно сложный, и я бы хотела пояснить вообще вот о такой модели процесса коммуникации, который наиболее мне представляется понятным и доступным, но прежде я скажу, что вступая в коммуникацию с любым человеком, мы на самом деле коммуницируем с его образом, то есть мы создаем его образ, мы реконструируем его, и у нас в мозге появляются новые нейронные связи, которые, так скажем, отвечают за коммуникацию именно с этим человеком, мы считываем информацию с одежды, с поведения, с телодвижения, и все это откладывается у нас в голове. Потом, естественно, мы пользуемся этой информацией, пользуемся в процессе дальнейшей коммуникации с человеком. Что важно? Понимать, что, естественно, считать какие-то особенности человека и применить какие-то теории типологизации личностей, потому что, ну, там, бывают разные особенности, начиная от шизоидных и стероидных личностей, и ко всем нужно проявлять разный подход и со всеми по-разному общаться. Конечно, бывает очень сложно это сделать. Поэтому вот такая вот модель процесса коммуникации, она является наиболее понятным, когда мы ориентируемся прежде всего на речь нашего коллеги, нашего собеседника, по речевым моделям мы можем определить его, собственно, тип личности и, исходя из этого, мы можем начать с ним коммуницировать. Но я хотела бы сказать, ну, да, вот тут вот представлены там типы личности, я не буду сейчас это пояснять, потому что это достаточно сложный момент. Я хотела сказать, что на нетворкинг-сессиях, которые проводим мы в нашем центре, мы не просто осуществляем знакомство, наша цель не просто перезнакомить людей друг с другом, а наша цель объяснить людям особенности процесса коммуникации, дать определенные инструменты, которые помогут отработать эти инструменты, ну, в прямом смысле, что называется, потренироваться на кошках, да, отработать эти инструменты, ну, и, соответственно, познакомиться, да. Вот, я, в общем, на этом закончу, и, если будут вопросы, с удовольствием отвечу на вопросы слушателей. я подозреваю, как вы живы, я подозреваю, что вопросов, наверняка, скопилось немало, оль, во-первых, я заслушался, во-вторых, давайте, вот, у меня много своего накопилось. помедленнее, но помедленнее, мне кажется, я очень долго. это вопрос или утверждение? То есть, вот, что вы за счет коммуникативных навыков куда-то продвинулись? да, я хочу сказать, что, во-первых, вот сюда попала, вот, на этот форум, я благодаря своему знакомству давнему, вот, человек, которого я узнала, с которым я познакомилась на подобной конференции пару лет назад, просто меня узнал, увидел, и вот спустя два года пригласил сюда. То есть, я считаю, что это, вот, самый непосредственный результат. Это при том, что за два года, наверняка, еще прошел какой-то рост. Ну, возможно, да. Возможно. Ну, не меня суди. Вы скромны. Слушайте, я прям тогда должен откатиться к одному из ваших, к одному из ваших слайдов, проведите вот эту самую презентацию. Вот, нетворкинг-площадка, мы там с вами встретились, и вот вы такая говорите. Меня зовут Ольга Александровна Пасюкова. Ну, в одну минуту, я хочу сказать, вот сейчас у нас такие условия, когда на меня направлена камера, я на сцене, и вот сейчас хочу вам тут представиться. Другой момент, когда это происходит какой-то там колуварный разговор, я хочу сказать... Здравствуйте, давно хотел с вами познакомиться. Здравствуйте, меня зовут Ольга. И это вся самая презентация. Нет, я просто, я надеюсь, что мы с вами продолжим разговор, я не могу... я Кирилл, да, я Кирилл. Кирилл очень приятно. Меня зовут Ольга, я занимаюсь коммуникативными технологиями, руководитель Центра делового общения Челябинск. Чем занимаетесь вы? Ого! Да, я вынужден после этого отвечать. Да, ну, то есть я хочу сказать, что это должен быть диалог, это не может быть... это должно быть все очень естественно. Должен быть диалог, должны быть какие-то реплики приветствий и так далее. Я могу, конечно, сейчас начать говорить, что я кандидат наук и так далее. Это вот была самая презентация в самом начале моей презентации, в начале беседы. Но в реальной жизни это должно быть приятное общение. То есть я не могу... Вы автоматически, да, вы автоматически ответили на мое сомнение. И вы понимаете, что нет ничего интереснее для человека, чем сам он. Поэтому мы должны, естественно, интересоваться им. Чем занимаетесь вы? Как вас зовут? Ну и так далее. Это должно быть... Хорошо. Иван спрашивает, на каких площадках можно... На каких площадках можно познакомиться, встретить интересных, полезных людей? Ну, я так понял, что вы проводите подобные встречи. Да, но я хочу сказать, что наши встречи являются все-таки обучающими программами. Это открытые сессии, куда приходят люди из разных сфер деятельности, они взаимодействуют, но тем не менее это обучение. Я считаю, в общении вообще учиться нужно на теории, потому что на практике не будет второго шанса произвести первое впечатление. Поэтому наши сессии нетворкинга являются все-таки обучающими программами, где мы учим правильно... Вот вплоть до того, что мы составляем для каждого самопрезентацию, мы учим разговаривать, мы учим знакомиться, правильно обмениваться визитками, разные форматы, и форматы, знаете, такого спид-дейтинга и так далее. Если говорить о конкретных знакомствах, и если нужны непосредственно названия каких-то программ, не связанных с форумами, конференциями и так далее, у нас в Челябинске есть замечательный проект связи. Он мне нравится, но с небольшим пояснением. То есть проект связи представляет из себя знакомства, бизнес-ланчи, бизнес-завтраки, куда приходят люди, знакомятся, обмениваются визитками. Но, понимаете, в чем дело? Вот я пыталась там объяснить про ближний круг друзей, про дальние связи, слабые связи так называемые. Дело в том, чтобы человек стал нам хотя бы знакомый, вошел в круг наших знакомых, мы должны проводить с ним один час в неделю времени. Один час в неделю. Если мы будем проводить один час в неделю в течение года, мы потратим там около, не знаю, 90 часов, и это будет только круг знакомых, дальних знакомых, чтобы человек стал нам другом, близким, мы должны провести с ним около 200 часов. 200 часов, то есть, понятно, это нужно быть, конечно, путь соли съесть, принимать какие-то вместе решения, какую-то деятельность вместе осуществлять. Поэтому, на мой взгляд, программы бизнес-клубов, вот сейчас это очень популярно, они наиболее эффективны здесь. Когда ты участвуешь в клубе, где организован общий досуг для людей, где организованы общие обучающие какие-то программы, вот в этом случае это работает эффективнее, потому что получается ближе познакомиться, больше времени вместе провести. Всякий случай уточню, мы точно говорим про деловое общение. Да, вот эти бизнес-клубы как раз, ну, условия приема в этих бизнес-клубах могут быть разные, там, вплоть до уровня дохода членов клуба, да, может учитываться, вот, и, естественно, деловое, любое общение, оно, чем, так скажем, расположеннее к тебе человек, чем ты его лучше знаешь, тем проще общаться и в деловой среде, решая какие-то дела с ним. Вот. Будет еще вопрос, пока вот в голове покрутится от Анны про литературу, про навыки коммуникации, вряд ли только Карнеги мы будем ограничиваться, но вот от Быковского Сергея были ли у вас какие-то фобии аудитории? Вот то, о чем мы говорили еще за кадром. Вы знаете, я хочу сказать, что у меня, как у Аллы Пугачевой, вообще фобии всегда. Вот, у меня есть боязнь камеры, и каждый раз приходится себя преодолевать, но вот преодолев это, ты входишь в какой-то драйв и получаешь удовольствие от мероприятия, поэтому я считаю, что чтобы победить страх, нужно его с ним столкнуться, возглавить, да, как говорят американцы, to fight your fear, you have to face your fear, вот, поэтому по поводу литературы хотела бы сказать очень хороший вопрос, как я уже сказала, лучше учиться в данном случае на теории, потому что на практике произвести второе впечатление уже возможности не будет, повторяюсь, поэтому ну, мне я бы порекомендовала, мне самой очень нравится книга «Я слышу вас насквозь», автор «Голлстоун», да, очень интересная книга, и «Никогда не ешьте в одиночку», тоже Кит Феррати, очень интересная книга, ну и вообще мне очень нравится психология, психология общения, очень много интересных подкастов, можно находить и слушать именно по психологии, по психологии личности, да, в том числе. И от Татьяны Лаубе, а как пройти, как войти в проект связи? Я проект связи не возглавляю и не рекламирую, но так получилось просто его упомянуть, потому что он активно рекламируется в социальных сетях, я думаю, что можно легко его найти, вот, и не уверена, что там, вообще не буду ничего говорить, потому что не знаю про регламент приема в этот проект, знаю ли, что это бизнес-ланчи, знакомства и цель основная познакомить людей, представить, но опять-таки сделаю небольшую оговорку, что любое знакомство должно сопровождаться последующей какой-то деятельностью людей, чтобы это было продуктивно, а не просто шапочное знакомство. Вот, для меня, для меня самым важным из того, что вы говорили, было, что же потом делать-то с этим ворохом визиток, я думаю, каждый в той или иной степени попадал в подобные ситуации, вы с кем-то обменялись, ворох я преувеличиваю, конечно, но вот 5-10, может, у вас оказалось, и что, вот что дальше-то? Ну, как я уже сказала... Или электронные визитки, вы говорите, по факту-то всегда, когда я предлагаю электронную визитку, кому-то люди, ух ты, а как это? Да, как это работает, да, или QR-код, когда предлагаешь сканировать, даже сейчас все еще у некоторых это вызывает затруднения. Да. Вот. Хочу сказать, что, конечно, сейчас из оффлайн-знакомства, после оффлайн-знакомства мы переходим в любом случае в онлайн, то есть мы добавляемся друг к другу в друзья, знакомимся, начинаем следить друг за другом, что-то комментировать, делиться и так далее, то есть это неотъемлемая часть, и невозможно отделить оффлайн-общение от онлайн-общения, если вы хотите установить какие-то прочные связи, приходится с человеком общаться в разных плоскостях. ах, находятся ах, в разных ах, в разных ах.